Недавно мне подарили игровые наушники HyperX Cloud 2, только беспроводные. Поэтому сегодня запилим на них обзор. Дело в том, что у меня дома система колонок 5.1. И я достал ей уже всех греметь, особенно когда я играю в какие-нибудь стрелялки. Иной раз захожу в танчики, не буду скрывать. Вот. Короче, супруга не выдержала, и теперь у меня есть... Они. Версия этих наушников с проводом вышла еще в далеком 2015 году. И сразу зарекомендовала себя у геймеров как хорошая, надежная, качественно сделанная и с хорошим объемным звуком. А улучшили ее буквально пару лет назад, просто избавившись от провода. Давайте, короче, уже ее распакуем. Упаковка оказалась покоцанная, но жена сказала, что это были последние наушники, поэтому придется смириться и с такой. Хотя, зная ее, на них, скорее всего, просто была скидка. Да ладно, шучу. Все равно ее выбрасывать, какая, собственно, разница. Кстати, по внешнему виду у меня претензии именно только к коробке. Но что это, извините за дешманский кусок говна. Наушники стоят 13 тысяч рублей. В тех же JBL за 11 тысяч офигенная плотная коробка, да еще и чехол для наушников. Надеюсь, эта компания просто сэкономила на упаковке, чтобы сделать наушники еще круче. А не просто для того, чтобы побольше заработать. После того, как я их взял в руки, ребята, мое сердечко растаяло. Это реально качественная вещь. Не скрипят, не хрустят, форму держат отлично. Красная строчка крепкая, без каких-либо вообще малейше торчащих ниточек. В комплекте с ними съемный гнущийся микрофон. Я сперва думал, зачем мне съемный, ведь он мог просто отодвигаться в сторону. Но на деле оказалось, что я им пользуюсь процентов 20 от всего своего игрового времени. Только в онлайн игрушках, а в них я залипаю не часто. Поэтому все остальное время он у меня отсоединен, ведь зачем держать лишний вес на голове. Кстати, сама гарнитура весит всего 300 грамм. Ребят, только представьте, 30 часов автономной работы от одной зарядки. И такой легкий вес. А в совокупности с их эргономикой голова и шея вообще не устают. Про удобство говорить ничего не буду, потому что это абсолютно бессмысленно. То есть мне они сидят как влитые, а Никита говорит, что ему мало места ушам. Тут каждому свое и нужно мерить. Амбушюры мягкие, но только кожаные. Сменных нет. Через часа три потных каток становится как бы уже жарковато. Рамки-держатели сделаны из алюминия. Чтобы разложить или сложить наушники, нужно приложить достаточное усилие. По отзывам этот механизм очень надежный. Даже через годы использования он не теряет своих свойств. На левом наушнике имеется разъем для микрофона мини-джек, разъем зарядки Type-C, а также кнопки отключения микрофона и включения самих наушников с индикатором. На правом наушнике расположилось только колесико громкости. И это отдельное наслаждение. Просто я очень люблю вот такие тактильно приятные вещи, как, например, крутилки на магнитолах в старых автомобилях. И тут это колесико. Оно крутится плавно, равномерным усилием, с еле заметными щелчками, которые ты ощущаешь только пальцем. Подключаются наушники к компу или консолям через вот такой вот свисток. Ничего не нужно настраивать, просто воткнул, включил и все работает. Но лично для меня это минус, потому что это не Bluetooth-наушники. Они работают по радиоканалу. Соответственно, к телефону их не подключить. И, имея игровые наушники, я не могу насладиться мобильным геймингом. И это игровые наушники, которые стоят 13 тысяч. Ну, дайте какой-нибудь переходник тогда к телефону. Кстати, надо будет попробовать подключить их через OTG-переходник. А результат этого эксперимента я покажу в нашем телеграм-канале. Обязательно подписывайся, чтобы не пропустить. По звуку они прекрасны. Он объемный, четкий, без каких-то хрипов или пищаний. Слышно даже малейшие шорохи, которые придумали создатели игры. Например, в КС-очке я четко слышу все шаги, перезаряжание и даже иногда, как кто-то молится. Хотя в вопросе звука мне сложно быть объективным. Ведь я перешел на них с вот этих старичков, которым уже больше 16 лет. Но, как в прошлом музыкант-любитель, я трепетно отношусь к хорошему звучанию. И на HyperX Cloud 2 звук хорош. Микрофон у них обычный, стандартный. Он как был в 2015 году, такой и остался. То есть он не хрипит, не трещит. Для игр более чем достаточно. Конечно, какие-то крутые подкасты с ним повести не получится. Еще к минусам хочу отнести, что нет никакой индикации разряда наушников. Они не сообщают тебе при включении, сколько у них осталось емкости. Никаких лампочек об этом не сообщают. Только запищат, когда уже сильно разрядились. Заряд батареи можно отследить только с помощью утилиты на компе. Соответственно, консольщики будут страдать. Прога для них ставится с официального сайта, где можно управлять звучанием наушников. Менять громкость, если лень, поднять руку, чтобы покрутить колесико на наушники. А также использовать эквалайзер, если, конечно, шаришь. А если не шаришь, то есть готовые шаблоны, например, с усиленными басами. В общем, можно подобрать под себя необходимое звучание. По умолчанию всегда включена функция DTS. Это имитация объемного звука колонок 7.1. Кто-то в интернетах на эту функцию жалуется, что звук ему какой-то не такой. Не знаю, у меня все круто работает, и звук кайфовый, объемный, я все слышу со всех сторон. Также тут можно включать и выключать микрофон. А еще здесь есть офигенная функция, это отслеживание микрофона. Суперудобная фича. Это когда ты слышишь в наушниках то, что говоришь в микрофон. Это позволяет тебе не орать на весь дом. Я твою маму. Наушники очень качественные, круто сделаны, звук приятный и объемный. Да, конечно, минусы есть, но плюсы их однозначно перебарывают. Хотелось бы еще каких-нибудь дополнительных плюшек, но тогда они стоили бы еще дороже. Поэтому, если вы ищите наушники для консолей и ПК, смело рекомендую их приобретению. Ну что, друзья, это ТОП за свои деньги. Делитесь мнением в комментариях, мы будем рады со всеми пообщаться. Починка Блок только-только начинает постигать стезю обзоров техники. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь, делитесь с друзьями. На подходе еще несколько интересных обзоров. Ну и, конечно, спасибо за просмотр. Всем пока.